Всем привет! Меня зовут Вика, это моя дочь Маша. Сейчас я выгляжу, мне кажется, старше, чем ты. Да, потому что я сейчас без макияжа, и Маша будет мне делать макияж. Такой же самый, как у неё. Ну, я не знаю, буду ли делать такой же, но я попытаюсь повторить свой макияж на своей маме и посмотрим, насколько она получится похожей на меня. Потому что все пишут постоянно, что мы очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень похожи. И сегодня мы попробуем прям максимально-максимально... У тебя вот так проборчик, да? Да, чуть-чуть с левой стороны. Максимально, короче, повторяем... Попытаемся повторить мое лицо на маме, чтобы мы стали еще больше похожи. О-о-о, реально! Я еще два чуть-чуть назад уберу, чтобы длины было чуть-чуть. Мне бы милчика чуть-чуть, и длины чуть больше. Ой, мамочка, они-то, видно, больные. Короче, посмотрим. Надо тебе как-то щерки только больше сделать. О-о-о. И лоб у меня блестит. Давай уже красим. Все, крашу. Я хочу быть красивой. Сейчас начнем с подбора основы. Ну, не основы, а тонального, короче, средства покрытия. Мама пользуется вот этим BBCC-кремом, точнее, Lumine, которым я пользовалась довольно длительное время, пока не узнала, что он комедогенный, и у него плохой сустав, что маме, кстати, тоже хочу сказать. Ну, у меня все нормально. Слава богу. Почему? Просто у меня тогда были проблемы с кожей, как раз я не хотела усугублять еще этим средством, и я перешла на Bourjois Healthy Mix, у него хороший состав, и, короче, он хорошо лежит, и в меня прям, в общем, он радует. Ну, по цене это тоже 300 с чем-то гривен, 380 рублей. Это дешевле. Да? И лучше. Я только купила, наверное. Ну, я не спорю, этот ложится очень классно, действительно создает прикольный, очень эффект на лице, и пахнет очень вкусно. Да, этот цвет фаер. Фаер, да, я тоже тебе... А, не, я лайком пользуюсь. Ну, короче, неважно. В общем, я сейчас попробую накрасить маме этот, чтобы у нас был даже оттенок кожи одинаковый, я, в принципе, думаю, что тебе... Смотри, ты сейчас волосы тоже за ухо заложила, как я. Поехали. Чуть-чуть на лаптичка. Да, нормально. Ты руки мыла? Да. Ого, ты так делаешь? Угу. Я так не делаю. Я на пальчик, я вот сюда на руку. Я тоже так раньше делала, а потом попробовала так, и поняла, что так очень удобно. Ой, кисточка даже. А мне не получается этой кисточкой, у меня такая тоже есть. А я потом приловчилась. А она мне размазывает такие полосы. Да, но если делать вот так? Набивать? Да. Ну, ну попробовать. Он делает более плотное покрытие, то есть хорошо перекрывает недостатки. Ну, куда ты отвернулась? Мне что надо видеть. Я хочу, чтобы видно было нашим зрителям. Ну, вот, бери подснимай, если хочешь, да. И так, сделай. Я не визажист, не умею там супер правильно украсить других. Поэтому я сделаю так, как я умею. Так, с первым этапом мы закончили. Мне нужно теперь сделать что-то под глазами. Я обычно сейчас это делаю вот этим консилером. Это Maybelline Fit Me. У меня точно такой же. Он у меня, по-моему, в самом светлом оттенке, но в пятом... Ты этим же пользуешься? Просто мне кажется, он тебе может быть светловат. А я ним под бровями мажу, а не под глазами. Тогда давай мы сейчас его немножечко смешаем. Я не знаю, можно так делать или нет, но с тональным кремом, чтобы он был не такой белый. Потому что он даже мне порой кажется чуть-чуть светловатым. А мы сейчас сделаем его подходящим, короче. Маша мне намазала даже шею и уши тональным кремом. Ну да. Наверх посмотри. Под глазами я всегда пальчиком всё делаю. Так нежнее получается. Ну да, кисточкой у меня глаз лишится. Закрой глаз. Вот эти макияжи. Вообще каждый день красимся. С одной стороны, хорошо мы можем быть красивее, чем есть на самом деле. А с другой стороны, мужчинам проще. Ну вот, как есть, так и есть. Одинаковый. Лёг спать, проснулся. Всегда одинаковый. Отлично. Так мы становимся всё больше похожи. Так. Идём дальше. Брови. У меня глаза стали меньше, когда ты меня накрасил под глазами и сверху. Не знаю, почему тебе так кажется. Так кажется. Я потирала свою основную кисточку для бровей, поэтому я сейчас крашу вот этой маленькой, она тоже хорошая. Тени я использую Lumine для бровей в оттенке 01 Medium Brown. У меня одна часть разбилась и выпала, я крашу второй. Тебе не получится мне тенями накрасить. Получится. По телу не покрасишь, если ты хочешь шире сделать. Сейчас посмотрим. Если нет, то тогда возьмём твою помадку. Да, тащи, наверное, её сразу. Мы решили всё-таки воспользоваться маминой помадкой. Тинтом, да? Они получатся у тебя в брови по... Я возьму свою кисточку, мне будет удобней. Брови у тебя будут темнее, чем мои. Но я постараюсь сделать это аккуратно. А ну брось. Блин. Вот эта штука, она как будто рыжит немного, понимаешь? А потом тенями можно догнаться. Правильно. Сейчас попробуем поверх вот этой помадки нанести мои тенюшки, чтобы более цвет был похож. Но я боюсь, чтобы мы не сделали их слишком тёмными. В камере она выглядит темнее, чем в жизни, я смотрю. Реально. И рыжее. Ну, короче, сейчас посмотрим. Мы сделали брови. На камере они выглядят реально темнее, чем они выглядят так. Но я пока не буду их трогать, точнее убирать лишнее, потому что хочу закончить полностью макияж. И если потом с глазами, ресницами и всем остальным это всё равно будет темно, то мы их чуть-чуть сделаем светлее. Форма брови, в принципе, плюс-минус такая. Но у мамы они тоньше, и за счёт этого получается по-другому. И так как я крашу их только тенюшками, у меня получается другой оттенок, чуть-чуть сероватый. Мамы получились рыжеватые. Но будем сейчас над этим работать ещё. Сейчас укладываю волоски прозрачным гелем. Чтобы они никуда у нас не уходили. Есть, с этим мы тоже закончили. Теперь переходим к глазам. Палетку беру свою, кисточку и поехали. Поехали. Сначала закрывай. Что? Ты смотри, что это у тебя на руках. А, это всё обратно. Палетка у меня буржуа. Буржуа – это Chocolate Nude Edition. Это какая-то красивая, а она как блокнотик. Второй оттенок это, да. Выглядит как блокнотик. Прикольно. Мы сейчас будем использовать, как я делаю обычно, фокус. Вот этот оттенок я использую, чтобы покрыть века и сделать его как базу. Дальше вот этим я прокрашиваю складку века. И вот этот я наношу на подвижное веко, просто как основной цвет. Но поскольку сегодня у меня макияж чуть-чуть другой, а мы повторяем этот, то я нанесу вот этот. Сегодня я нанесла вот этот с шиммером, такой лёгкий, не знаю, как бронзовый что ли оттенок. Вот сюда на подвижное. Поехали. Сначала я выпрямляю вот эти складочки, которые тут собрались из-за консилера. Покрываем этим основным цветом всё наше веко. Чтобы выровнять его тон. То же самое с другим глазиком. Теперь переходим к основному оттенку для складки века. Закрой. Ты меня никогда не красила. Как это? Красила? Мне кажется, да. Не, ну так, чтобы полностью макияж. А, не, я брови тебе красила, точно помню. Стрелки тебе рисовала. Ещё вроде. А вот я тебя красила. Я знаю. А ну брови чуть приподними. У мамы чуть-чуть новейшая века, и поэтому у неё тенюшки не так сильно видны. Видны, да. Но ничего. Так. Теперь прокрашиваем наше подвижное веко этим золотым оттенком. И теперь чуть-чуть растушевываю вот тут оттенок на переходе с цвета на цвет. Чтобы был более плавный. Получается, в складке века он усматывает оттенок, а на подвижном такой шиммерный. И получается такой красивый эффект сиявший глаз. Я, конечно, ничего в этом не понимаю, это я себе так всё придумала на самом деле. Но вроде красиво, не знаю, мне нравится, как выглядит. Теперь прокрашиваю вот этим тёмным оттенком в перемешку с вот этим коричневым, светло-коричневым. Нижнее веко. Посмотри наверх. Что? Да тяжело. На меня? Наверх. Что я поняла в тенюшках за последнее время? Чем небрежней ты ими красишься, тем красивей получается. Наверх. Извини. Макияж дочери требует жертв. Маша ехала снимать видео реакции на видео на пожар. Про пожар. Я помыла голову, такая стою вот здесь, говорю, Маш, может, давай ты меня накрасишь? Тебе просто лень стало. Мне было лень краситься, думаю. Сейчас как раз Маша едет, я ещё и накрашена. Мы чуть-чуть приблизили кадр, потому что я сейчас буду рисовать маме стрелки. Не знаю, как это получится, если честно, потому что, опять же, на себе-то я могу нарисовать вот ровную стрелку. А как это сделать на другом человеке? Учитывая, что у меня вот эта складка, у меня аж закрытая ветка, у тебя открытая, мне нельзя вот так вот рисовать ровно стрелку длинную. Да, я поняла. Потому что она будет сломана. Смотри вниз сейчас. Маша, Маша, она холодная. Ага. Как я не моргнула, я не знаю. Нежнее, нежнее. Господи, что такое? Ну, когда сам себе красишь, ты знаешь, в какой момент будет касание. А так не знаешь. Открой. Открой. И вот так прямо... Мам, подними брови, потому что сейчас отпечатается вся твоя стрелка. Так, да. Что такое? Это выглядит вот так, дай. Открой. Чтобы ты понимала. Ну, мне надо тебя прокрасить вот тут. Вот, видишь? Да. Ну, так не смотри сюда. Не, не так, это слишком плохо. Нас сама прокрасила. Может, ты нарисуешь сама себе стрелки, только длинные надо? Давай, нет, рисуй. Не вздумай, Марина. Ой, господи. Мам! Да. Соберись! Ты что, шутишь? Ты что, думаешь, я тебе её буду в глаз пихать? Это, это самое, у тебя не специально, она меня бьёт. Я не бью, я не могу вторую. Бьёт, нет. Нет, мам, сейчас поверят. Я шучу. Я не могу вторую сделать. Вот, вот так подними и не улыбайся, вот. Я нарисую, а потом её всё равно не видно. Открой. Когда ты нарисовала брови, ты сказала, самое сложное уже позади. А что тебе не нравится? Всё хорошо. Да, они грустные получаются, пока ты брови не поднимешь. Ну да. А ты можешь не пускать брови? Нет. Можешь. Капец. Тебе, чтобы они были наверх, тебе их надо вообще так вертикальными рисовать. И тогда, когда ты будешь... Мне невозможно сделать стрелки, чтобы их было видно. Я их делаю такими тоненькими, маленькими и... Ну, можно, но надо очень долго. И всё равно их будет видно только во время разговоров. Блин, мне не надо же ещё что сделать, если честно. Мы прибегли к помощи маминых рук. Мы стёрли именно краешки стрелок. И сейчас мама их сделает так, как она обычно их красит себе сама. Потому что так будет красивее конкретно те стрелки, которые идут ей. А то мои для её типа века просто не подходят. И мы, короче, другого решения не нашли. Поэтому мама сейчас... О! Да, так лучше. Мама сейчас делает свои стрелочки. Мы разобрались, разобрались, неважно, со стрелками. Теперь, пока стрелки подсыхают, я накрашу реснички, потом надо будет чуть-чуть тени подправить. Я всегда крашу ресницы наружу, чтобы получался такой, как немножко типа... Мне так не подходит. Почему? Ну, сейчас посмотрим. С глазами мы, наконец-то, закончили. Это было очень сложно. Закрой веки, покажи, что получилось у нас. Теперь мой. Я уже пора припудриться. Да, конечно. Под тело тут возле меня. Да! Так, пудра. Дальше делаем контур. У мамы взяла её контур, потому что мой закончился. Это NYX в оттенке ТОУП. Я, кстати, себе его тоже хотела заказать, но в итоге всё-таки решила взять другой. Как он по пигменту? Сильно. Так же аккуратно. 60% оттенка. Все целый обман. И не говори. Вот мой контур вот тут был. Вот тут где был. Он весь выпал. Яблочки? Отошёл. Вот так. Да. Губы теперь. Нам надо убрать тональный крем, который у нас тут есть. Ого. Итак, у нас завершающий, в принципе, штрих. Ого. Она такая. Она почти прозрачная. Ещё чуть-чуть. Её надо прям так. В отри, чтобы цвет появился больше. Там паяется её. Давай паяется, паяется. Вот так патри её хорошо. Такой нежный-нежный, буквально отлив получается. Мне поэтому нравится. Это вообще от Невея гигиеническая помада. Просто с оттенком. Какие-то няшиные. Блин, реально очень похоже. У нас улыбка разная. А ну, улыбнись. Ага. Нет, реально, мне очень нравится на тебе этот макияж. Тенюшки тебе эти подходят по оттенку. Единственное, я бы уронила помаду. Я бы чуть брови светлее сделала, потому что всё-таки они получились такие насыщенные очень. У меня они какие-то более дымчатые, что ли, получаются. У меня чуть темнеет цвет волос. Но за счёт того, что у тебя темнее волосы, оно, в принципе, да, логично получается. Просто если бы сделать светлее брови, было бы на меня больше похоже ещё. За ухо. Ну всё. Оставляйте свои комментарии. Как вам? Какой вам макияж больше нравится? Такой, как я себе делаю сама? Ну, это знают те, кто смотрит мои влоги, которые выходят каждый день, кто подписаны на мой канал, и у кого нажат колокольчик, те знают, какой макияж делаю я. Ну, мне свой больше нравится макияж. Понятно, для камеры, но как бы стрелки всегда лучше. Если бы я ещё сама себе стрелки накрасила, было бы тоже получше. Я себе не крашу вот здесь сверху, вот так вот стрелку. Тогда у меня глаз более открытый получается. Если это стрелка, то ещё века опускается. Может, зато глаз получается длиннее. Хотя в случае твоего века, когда стрелку не получается сделать такой, то, может быть, ты права, не что это? Я, может быть, завтра накрашу стрелки, как я крашу, и сделаю более яркий макияж. Ну, как бы тоже с такими светлыми тенями, но со стрелками и ресницами. И потом можно будет сравнить, но уже во влоге. Потом мне в следующем видео скажете. Спасибо тебе, мне понравилось, как ты меня красила. Почти не кричала на меня. Особенно, когда стрелки я моргала. Ну, всё. Всё, заканчиваем? Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мамин канал, подписывайтесь на мой канал. Ссылка в описании. И пишите, на сколько процентов мы похожи. Да. Всё, всем пока. Подписывайся на канал Мэри Виктория. Вот так надо сказать. Давай. Нет, нет. Надо. Давай. Приготовьтесь. И подписывайся на канал Мэри Виктория.